Здравствуйте, это вопросы доктору и я врач интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня я отвечаю на вопросы про гемангиому. Туби он от туби. Оперировать или наблюдать? Что такое гемангиома и от чего она появляется? Гемангиома сосудистая опухоль, скопление сосудов, оно бывает в разных местах и как правило, а сегодня думают люди, что скорее всего всегда это состояние врожденное. Когда мы с вами еще не были не то что личностями, а даже не были новорожденными, а являлись собой просто какое-то скопление организованное, скопление клеток в матке своей матери, вот тогда в какой-то части нашего тела скопилось некоторое количество неправильное эндотелиальных клеток, почему мы не знаем, из которых потом в ненужном месте выросло скопление сосудов. И в общем есть наиболее частая проблема, с которой люди обращаются к врачу, это гемангиомы на коже или под кожей у детей, такие вот красные пятна сосудистые образования, которые при надавливании бледнеют или полностью исчезают, либо такая бугристость под кожей, если это гемангиома под кожей. У взрослых людей все-таки это чаще гемангиомы каких-то органов, которые обнаруживаются при обследовании и скорее всего никого никогда никак не беспокоили. Гемангиомы печени, гемангиомы позвонков, которые обнаруживаются при МРТ позвоночника, ну и так далее. Чем гемангиома грозит здоровью? Гемангиомы у взрослых, гемангиомы печени, гемангиомы в позвонках, в почках, в других органах чаще всего ничем не опасны, особенно если они небольшие. Но могут осложняться, например, если это гигантская гемангиома в позвонке и занимает большую его часть, она может привести к перелому позвонка, патологическому перелому, он просто очень слабый и при какой-то небольшой нагрузке может сложиться. Гемангиомы, если они очень большие в печени, там больше 10 сантиметров, больше 15 сантиметров, могут разрываться, и это приводит к тяжелым очень кровотечениям и даже к летальным исходам. Гемангиомы в печени могут располагаться в неудачном месте и сдавливать крупные сосуды или желчевыводящие пути. В этом случае тоже стоит с ними что-то делать. Но в подавляющем большинстве случаев гемангиомы просто наблюдают и живут с ними долго и счастливо. Какие способы вылечить ее? С гемангиомой стоит обратиться к хирургу. Еще раз, в большинстве случаев ничего делать не надо, просто наблюдать, и если она не растет, то жить с ней. А если хирург рекомендует с этой гемангиомой что-то делать, то он же вам и предложит способ, с помощью которого можно от нее избавиться. Как правило, это хирургия, это резекция печени, либо если это, например, гемангиома в позвонке, то ее заполняют цементом, цементируют, и позвонок становится крепким. Это называется вертебропластика. Иногда вводят склерозанты, иногда вводят специальные спиральки, чтобы тромбировать сосуды, питающие эту доброкачественную сосудистую опухоль. В общем, способов лечения много разных. Нужный вам выберет ваш врач-хирург. Редактор субтитров А.Семкин